Почему так происходит? Как в Узбекистане живут простые и не совсем простые люди? Что заставляет покидать их теплую, благодатную страну, которая является их родиной, и искать счастье на чужбине? Конечно же, никто не стал бы покидать свою родину просто так, без причины. Ведь эмиграция – это резкое изменение всей жизни. Человек попадает в совершенно другую культурную среду. Его окружают люди, которые выросли на иных ценностях, говорят на чужом языке, зачастую исповедуют другую религию. Чтобы решиться на это, нужно иметь серьезные причины. И в Узбекистане такими причинами является многочисленное злоупотребление государства, которое на каждом шагу нарушает права своих граждан. На электронную почту и мессенджеры нашего портала «Мигрант Медиа» приходят сообщения, где люди пишут о своих жизненных обстоятельствах. И практически в каждом таком сообщении описываются случаи вопиющих нарушений. Нарушается декларация прав человека, конвенция против пыток, рамочная конвенция о национальных меньшинствах. И это происходит не в единичных случаях, а массово, системно. Политика государства такова, что все эти безобразия стали неотъемлемой частью узбекского образа жизни. Люди рассказывают такие вещи, что волосы зачастую стоят дыбом. Я не буду сейчас называть реальные имена людей, потому что многие из них находятся еще в Узбекистане и могут пострадать за свою излишнюю разговорчивость. Но я вас уверяю, каждый житель Узбекистана, с которым мы общаемся, рассказывает о многочисленных случаях нарушений. Например, такая простая вещь, как вывоз на сбор хлопка. Эту повинность несут практически все. Начиная от школьников, которых вывозят под руководством классных руководителей и заканчивая предпринимателями, которых заставляют выезжать на хлопок хакимы и председатели махалинских комитетов под угрозой закрытия бизнеса. Их заставляют, отставив свои дела, выезжать на сбор хлопка. Правда, можно от выезда откупиться, внеся достаточно значительную для Узбекистана сумму. И как раз такая ситуация нарушает декларацию о правах человека, которая запрещает принудительный труд, фактически рабство. И отказаться от этого невозможно. Последуют репрессии со стороны тех или иных государственных органов. Для многих в Узбекистане такая ситуация привычна. Привычна настолько, что люди даже не считают это какими-то серьезными нарушениями. Между тем, международное законодательство, международные конвенции считают это грубым нарушением прав человека. Помимо рабского труда на хлопковых плантациях, в Узбекистане процветает коррупция. Государство коррумпировано насквозь. Деньги берут в налоговой, в прокуратуре, в финансовой полиции. Ну и практически во всех государственных органах. Люди рассказывали о том, что у них просто-напросто отжимали бизнес. У нас были товарищи, люди, которые приходили и говорили, что они открыли на рынке небольшой бизнес. Какое-то время в налоговой им объясняли, как и что нужно делать для того, чтобы быть чистой перед государством. Через короткое время, после того, как бизнес начинал двигаться, к ним приходили люди из налоговой инспекции и говорили, что они совершили нарушения. Причем нарушения были такие, о которых инспекторы рассказывали сами. Прокуратура зачастую заводит уголовные дела на обеспеченных людей. Естественно, для того, чтобы потом предложить им закрыть это уголовное дело за взятку. Такое тоже бывает очень часто. Был у нас человек, который просил нашей помощи, который работал в банке. В одном из крупных банков, не буду называть такой, в одном из крупных банков Узбекистана. Он занимался достаточно серьезный пост. Руководство отдавало ему прямые распоряжения, аккредитование, перекредитование и так далее. В итоге на него было заведено уголовное дело. Руководство, по распоряжению которого он выполнял эти действия, сказало, что оно здесь ни при чем. Человеку не осталось ничего другого, кроме как искать спасение. Правоохранительные органы Узбекистана. Ну, тут без слез говорить невозможно. Об их коррумпированности говорил даже сам президент Мерзиёев. Хотя сейчас ситуация немного улучшилась, но тем не менее злоупотребление не изжито. Людей пытают, людей безосновательно задерживают. В отделениях милиции зачастую издеваются, и есть даже факты, когда насилуют женщин. Опять же, тотальная коррупция. За взятку могут закрыть любое уголовное дело. Это тоже является серьезным нарушением прав человека со стороны государства. Есть в Узбекистане такая замечательная служба, которая раньше называлась СНБ. Служба национальной безопасности. Теперь она переименована. Называется служба государственной безопасности. Так вот, здесь полнейший беспритек. Это средневековые муртазаки. Люди, которые удостоились общения с этой службой, рассказывают о том, что у них есть секретные подвалы, куда человека бросают, и он находится там без света, без доступа в воздухе, столько времени, пока он не подпишет то, что от него хотят. После нескольких суток нахождения в таком месте подпишут все, что угодно. Служба национальной безопасности, государственной безопасности теперь, контролирует выезжающих за рубеж. Стоит человеку побыть с туристической поездкой в Турции или даже в России, к нему, на него обращается пристальное внимание. Его начинают прощупывать на предмет исламизма, исламского радикализма. За людьми следят, вмешиваются в их личную жизнь. И люди вынуждены, для того, чтобы доказать, что они не стали радикальными исламистами, они вынуждены публично нарушать заповеди ислама. Они кушают свинину, они напиваются в пятийных заведениях. И все это только для того, чтобы их не посчитали радикалами. В мечетях ведется тайная видеосъемка. Люди, которые часто попадают на эти камеры, тоже оказываются в зоне особого внимания службы государственной безопасности. Опять-таки, в их личную жизнь вмешиваются, зачастую им угрожают, их предупреждают. Таким образом, нарушают их свободу совести, которая, вообще говоря, гарантирована всеобщей декларацией о правах человека. Ситуация постоянного нарушения прав в Узбекистане провоцирует людей на то, чтобы они уезжали из страны, искали спасение за рубежом. И демократические страны готовы предоставить убежище преследуемым и гонимым. И успех в получении убежища во многом зависит от правильной подачи просьбы о предоставлении убежища. Основанием для получения убежища не может быть экономические трудности. В первую очередь, убежище предоставляется тем, кого преследуют за их политические убеждения. И политические убеждения, это не есть хождение по улицам с плакатами и драйфи с милицией. Это гораздо более серьезные вещи. Я знаю, что в такой стране, как Узбекистан, практически каждый человек имеет такие убеждения, за которые государство готово его преследовать, если только он публично их проявит. Я знаю, я знаю женщину, женщину, которую преследовали, таскали в СНБ за то, что она на свадьбе, публично заявила, что спасибо Путину за то, что дает возможность заработать нашим людям, заработать на эту свадьбу. Она имела большие неприятности со службой государственной безопасности. И успех в предоставлении убежища во многом зависит от правильной подачи просьбы. о том, как правильно сформулировать просьбу об убежище, мы знаем очень хорошо. И мы готовы вам помочь. Обращайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова